всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я вам предлагаю поговорить вот об этом свитере это фотография сайта алиэкспресс я конечно же уверена что китайцы позаимствовали идею у одного из известных кутюрье не стала я тратить время на то чтобы найти кто автор этой модели как бы там ни было китайцы молодцы я всегда поражаюсь их находчивости то есть взяли идею взяли скорее всего даже фотографии отвязали из недорогого сырья что-то похожее и продают на весь мир у нас же есть вариант либо купить это на алиэкспресс я кстати под видео оставлю ссылочку можете зайти посмотреть какая цена у данного свитера также у нас есть с вами золотые ручки опыт знания умения и мы можем связать себе такой же свитер он будет еще лучше потому что мы вправе выбрать хорошую пряжу дорогую которая будет классно смотреться многие уже пытались и здесь на ю тубе вязать такой свитер и описывать этот узор кто-то правильно кто-то неправильно вот такие вот расцветки там есть на сайте кстати в чем вообще фишка привлекательности этого свитера как вы думаете ну вот на мой взгляд это конечно же вот это оголенное плечо девушки вот тут вот девушка красивая худенькая и везде вот это плечико выглядывающие она конечно же привлекает притягивает внимание но когда мы видим этот свитер без девушки он уже не такой привлекательный согласитесь я не исключение мне также понравился этот узор и я решила себе связать свитер или джемпер с таким же узором но я не буду в точности повторять эту модель почему потому что попасть вот в это сочетание рапортов узора по высоте по ширине достаточно сложно нужно в совокупности угадать толщину пряжу размер спиц плотность вязания хотя скорее всего он здесь связан на машине конечно же но неважно я связала такой же узор и он у меня получился меньше размерами чем представлен вот здесь вот в этой модели а это значит пряжа у меня тоньше плотность вязания скорее всего плотнее получилось и и так далее то есть если я наберу на спицы такое количество рапортов по ширине свяжу столько же рапортов по высоте у меня не получится свитер моего размера значит мне конечно же надо сделать свои расчеты как я буду делать расчеты на что обратить внимание я вам сейчас расскажу также предлагаю разобрать этот узор но мы с вами не будем его вязать полностью потому что я считаю что это бессмысленно он получится ну первых долго вяжется и вот видео минимум в час никто не будет смотреть как провязывать вот это вот эти лицевые и изнаночные петли где в каких местах делать накиды я вам покажу на схеме на что обратить внимание как читать схему как провязывать те или иные моменты этой схемы и вам станет все понятно вы с легкостью сможете связать этот узор и рассчитать на свой размер это изделие теперь мои рекомендации по пряже я бы сказала выбирайте такую пряжу которая не держит форму то есть если про пряжу можно сказать что она не держит резинку значит вот эта пряжа будет хорошо себя вести вот в этом узоре узор не будет стягиваться перекашиваться тянутся куда-то вот видите как мой образец достаточно ровный красивый я бы посоветовала вам выбирать такие виды пряжи как хлопок и лен шелк возможно конопля ну то есть у нас и модель летняя и соответственно под нее подбирайте какие-то летние виды пряжи тогда ваш узор будет хорошо себя вести будет хорошо смотреться не будет перетягиваться перекашиваться ну и так далее я для себя выбрала вот такую пряжу это пряжа опера филатуры диполоны 50 процентов буретный шелк 25 процентов хлопок 25 процентов вискоза 100 граммах здесь 300 метров брала эту пряжу в магазине все связано точка ром я не уверена конечно что когда вы за ней пойдете хана там будет лежать к сожалению я не знаю это регулярный артикул или стоковый но по крайней мере задать вопрос хозяйке магазина ее зовут ольга вы можете и она вам посоветует что вместо нее взять возможно будут в наличии другие артикулы с похожим составом так что передавайте привет от факультета рукоделия ольга вам обязательно что-то подберет и поможет с выбором и так что мы должны предусмотреть для того чтобы сделать расчеты на свой размер то есть мы с вами должны вписать рисунок который получится у нас из нашей пряжи в ту модель которую будем вязать например я буду вязать не такой фасон немножко по-другому у меня будут отличаться габариты этого свитера вот и я буду делать расчеты для себя а вам я сейчас просто дам рекомендации и так мы с вами должны отвязать сам рисунок который мы будем вписывать в наши размеры в нашу модель я вот вязала в двух вариантах спиц и более плотный вариант мне понравился больше поэтому я остановилась на нем то есть мне здесь нужны будут габариты этого узора то есть его ширина и его высота дальше обязательно нужно отвязать резинку посмотреть какая у нее плотность как я вам и говорила да вот моя пряжа абсолютно не держит резинку и видите резинка даже получилось шире из того же количества петель чем вот вот это полотно с узором хотя я ее вязала на спицах меньшего размера то есть это на четверке это на три с половиной резинка связана и она все равно шире чем полотно то есть обязательно резинку отвязывайте для того чтобы измерить ее плотность и также отвязываем лицевую гладь то есть по этим образцам у нас с вами будет но условно три плотности вязания и так вот примерно вот такая модель у меня будет допустим ширина изделия будет 60 сантиметров я хочу оверсайз в итоге что я должна сделать я должна узнать сколько у меня рапортов этого узора влезет в ширину и измеряю образец вот отсюда до сюда то есть у нас с вами схема на 23 петли как раз начинается от от накида до накида берем линейку прикладываем и как раз вот у меня получилось от этого накида от края и до вот этого вот 10 сантиметров то есть я себе фиксирую что один узор у меня 10 сантиметров также я вычислила плотность вязания лицевой глади у меня 225 и плотность вязания резинки которую собираюсь вязать это у меня две целых одна десятых то есть видите плотность вязания разная у всех образцов теперь мы смотрим вот в 60 сантиметров сколько раз у меня влезет влезет 6 но они будут друг на друге значит я оставляю 5 вот я рисую сюда вот эти вот ромбички треугольнички узора то есть вот так вот у меня будет вклиниваться сюда 5 узорчиков то есть каждый узор по 10 сантиметров это 50 сантиметров между ними надо оставить какие-то петли лицевой глади здесь у нас видите между узорами идет еще лицевая гладь то есть сейчас нам нужно вычислить сколько оставить петелек между каждым из узоров давайте считать вот с этой стороны надо оставить петельки два три четыре пять шесть то есть у нас есть шесть отрезков по какому-то количеству петель и остается у нас всего 10 сантиметров до то есть 50 мы уже забрали узором из 60 10 сантиметров остается вот на эти петли смотрите если мы возьмем по 5 петель и как на вот здесь вот на модели вот если приглядеться да тут пять петель и получается если эти пять петелек взять 6 на 5 получается 30 петель сейчас мы высчитаем сколько они у нас займут расстояние то есть 30 мы делим на нашу плотность 225 это плотность лицевой глади получаем 13 сантиметров то есть у нас уже на три сантиметра мы вылазим за необходимые размеры давайте убавлять если взять по 46 промежутков по 4 петли 6424 делим на 225 ну тут плюс минус сами понимаете 10 сантиметров то есть я здесь оставляю по 4 петельки в каждом из промежутков и по одной петле сюда нарисуем кромочные чтобы было нам за что сшивать то есть у нас каждый узор по 23 петли считаем 23 умножить на 5 плюс 6 раз по 4 и плюс 2 петли кромочных в итоге мы получаем это у нас получается 141 петля то есть на 141 петле мы будем вязать спинку отдельно и отдельно полочку то есть если хотите вязать по кругу убирайте кромочные и умножайте это количество на 2 и здесь помните о том что нужно скорректировать количество петель на резинку то есть у резинки у нас плотность другая и еще в зависимости от того какой мы модель хотим получить здесь могут петли отличаться например мне нужна резинка которая будет заканчиваться по прямой без какого-либо стягивания я 60 сантиметров умножаю на плотность вязания резинки у меня получается 60 умножить на 2 и 1 получается сто двадцать шесть петель то есть вот разницу надо будет прибавить после того как мы свяжем резинку значит после того как мы свяжем резинку мы с вами равномерно прибавляем недостающие петельки чтобы к началу вязания узора у нас получилось 141 петля так дальше теперь нам нужно высчитать высоту точно также измеряем значит размер который нам необходим по высоте вот этой точки от так скажем верхней точке плечевого скоса вы тут около шеи она берется эта точка и меряем вниз сколько вам необходимо связать будет длины но у меня также будет 60 62 сантиметра может быть 65 вот к этой высоте изделия мне нужно прийти и теперь мы должны в образце в своем узнать какая у нас высота рапорта вот у меня получается 12 сантиметров соответственно в 60 сантиметрах как ровно получилось ровно пять рапортов то есть вот так вот они у меня будут располагаться ой и в ту сторону нарисовала вот таким образом пять штук раз два три 4 5 5 узоров на 12 то есть вот это количество рапортов мы здесь будем повторять высоту и вот здесь вот у нас уже скорее всего будет увязываться половинка потому что мы здесь будем делать скос а вот в этом месте либо у нас влезет целый узор либо все-таки половинка здесь будет зависеть от того какой глубины вот этот вот вырез вы хотите если вам вырез нужен так под горлышко да вы можете закончить этот узор и начать его вывязывать вот отсюда но тогда он будет вот прям совсем такой уголочек у горла может быть вы хотите его сделать слишком глубокий и красивый тогда возможно после трех рапортов можно будет остановиться и начать вывязывать вот эту вот в образную горловину здесь я думаю каждый определиться для себя какой вырез горловины ему связать то есть мы решили что мы вяжем пять рапортов узора высоту и точно также определяемся сколько здесь у нас будет рукав то есть мы берем вот эту ширину она у нас также будет 60 сантиметров я не хочу вывязывать здесь никакие проймы хотя если есть желание можете связать тогда у вас вот эти вот узорчики если вы пойдете вязать здесь пройму то скорее всего вот эти вот узоры вам тоже надо будет убрать и связать только их половинки тогда можно будет рукав посадить так скажем более приближенный к плечевому шву но я хочу вот такую бесформенную квадратную вещь для тех кто начинает вязать это будет намного проще поэтому показываю вот такой вариант для того чтобы определиться какой рукав у нас здесь должен быть мы должны прикинуть в каком месте у нас будет заканчиваться то есть докуда будет доходить вот этот плечевой шов я думаю что у меня он будет доходить но где-то примерно до середины бицепса и вот с этого момента мы измеряем с вами рукавчик и смотрим сколько у нас узоров сюда входит но я думаю что штуки три наверно должно войти вот здесь уже можно отрегулировать отступом сверху снизу резиночку пошире связать тут уже сами смотрите а все остальное поле вот здесь вот мы заполняем лицевой гладью я думаю двух рапортов узоров ширину вам будет достаточно то есть вы же понимаете да рукав у нас в сложенном виде у нас узор будет проходить вот здесь спереди и точно также сзади то есть будет 22 узора по рукаву ширину у меня тут получится ну думаю сантиметров 40 если три узора я сюда вмещу это по 12 сантиметров это 36 и как раз резиночка остается но скорректировать длину рукава можно уже будет после того как вы свяжете перед и спинку сошьете плечевые швы и примерите на себя уже от этой точки измерить и какой рукав вам необходимо получить и здесь не забывайте конечно же вывязывать скос плеча без скоса плеча ваше изделие ну будет немножко смотреться мешковато то здесь мы провязываем вот такие вот поворотные ряды туда-сюда для того чтобы приподнять линию плеча и посадить изделие более комфортно я надеюсь что я доступно объяснила как вписать узор в изделие как сделать расчеты а вы уже свяжите свои образцы и посчитаете самостоятельно у кого появилось желание связать себе на лето джемпер вот таким узором пишите обязательно в комментариях задавайте свои вопросы разбор схемы я сделаю для вас в следующем видео так что если вы еще не подписаны на факультет рукоделия обязательно подпишитесь и включите уведомления чтобы не пропустить новые видео уроки с вами была юлия и мой факультет рукоделия всем пока пока